Друзья, коллеги, приветствую! Сегодня хотел бы дать свою оценку одному из видео, которое вышло на YouTube-канале Домик в Прииртыше, где автор комментирует процесс, точнее даже не процесс, а вот некий промежуточный результат электромонтажа проводки в деревянном доме. Я буду делать паузы и оставлять свои комментарии в меру своей качества компетентности. И они, наверное, мои комментарии будут немножко эмоциональны. Я вот не большой специалист именно в гражданском строительстве, но некоторые вещи меня просто даже на интуитивном уровне вводят в ужас. Итак, что мы здесь видим? Деревянный дом, скорее всего, старый, да, весьма старый, чуть ли не позапрошлого века. Скорее всего, течет. То есть, снег, оттепель, да, и состояние крыши тоже, конечно, подозрительное. Давайте будем иногда слушать этого товарища, и я буду делать паузы и оставлять свои комментарии. Это видео, друзья, не то, что мы кого-то здесь учим, да, как это все делать. Я еще раз показываю. Основная цель, как в отсутствии каких-то квалифицированных специалистов на месте, квалифицированных бригад, которые могут выполнить те или иные ремонтные работы, как можно обойтись собственными силами. Вот, однофазный щиток. Видно, да, что сверху автоматы идут шлейфом. Автоматы там вот 25-20 ампер, то есть, такой серьезный ампераж, и стоит просто ослабнуть одному винту, как весь шлейф, вся эта нагрузка, да, пойдет на вот этот ослабленный контакт. И понятно, что он тут же начнет гореть. Ну, вот таким вот образом, пока однофазный щиток установили, то же самое, которое он был, он свежий. Да, он 16 ампер, 20 ампеража. Пока однофазный щиток. Вот такой произвели монтаж электрощитового. И тоже обратите внимание, да, ИЭК. Не скажу, что там плохие, но среди, например, доли бракованных автоматов, мне так кажется, ИЭК занимает совершенно не последнее место, то есть, это не АББ. Мой, дело, кстати говоря, это не я, почему? Потому что в любой деревне есть электрик, который обслуживает то или иное село. И, соответственно, мы его привлекли для того, чтобы вот он нам смонтировал щиток, установил автоматы, завел свежую проводку в дом. Кстати говоря, здесь схема простая, к автоматам в бревне вывели сюда строителям на улицу, розетки, для того, чтобы можно было пользоваться электроинструментом при демонтаже вот этих дополнительных построек, о которых я расскажу вам чуть позже. Монтаж электропроводки пришлось сделать параллельно с установкой межкомнатных перегородок. Почему? Потому что часть кабеля в гофре, он так еще смонтирован, все так на скорую руку, еще такой черновой вариант. Определили размеры. То есть, видите, да, дом фактически труха, просто труха. Да, 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 вот так вот соединяли, такими колпачками. В каждой комнате провели по три розетки. И с учетом того, что потолок у нас будет подвесной, пока тоже вот такой черновой вариант провели, потому что те мастера, которые приедут монтаж делать... И обратите внимание, да, везде дерево, вот эта гофра ПНД, она горит просто, просто не знаю, как обычный полиэтилен. И не просто дерево, а вот этот, что там, уплотнитель, мох, да, или как он там называется, смесь там соломы, пакли какой-то. Это просто как вот, как порох, как, я не знаю, это придумать что-то более пожароопасное, ну, просто нельзя. Провода вот так вот соединяли. Такими колпачками. Да, видите, колпачки из СИЗ и никаких заглушек, я уверен, их там выкинули, потеряли, никто их там не будет. А любое короткое замыкание там, все, искры просто фонтаном пойдут вовне. В каждой комнате провели по три розетки. И с учетом того, что потолок у нас будет подвесной, пока тоже вот такой в черном варианте провели, потому что те мастера, которые приедут в монтаж делать подвесного потолка, сказали, что электрику они будут делать сами, подключение. То есть расстояние там фактически, ну, сколько, метра полтора, по-моему, да, между клипсами. Да, все, все, все закроет подвесной потолок, не переживайте, все вот эти сопли. Провели монтаж электропроводки, именно вот три провода, один из них заземление. Заземления пока нет, этот контур будем устанавливать тогда, когда уже снег сойдет и земля тает. На освещение использовали сечением на полтора провода, три на полтора. Что касается розеток, опять же, по строительным нормам и правилам использовали также треужильный кабель сечением на два с половиной. А по строительным нормам и правилам скрыткая проводка в деревянных конструкциях по горячим основаниям выполняется в металлических трубах. Единственное, друзья, мне непонятно, почему все электрики в один голос, те, которые и на ютубе много информации, я прочитал о том, что надо обязательно использовать вот эту пластиковую гофру. Есть гофра ПНД, есть гофра ПВХ. Вот эта светлая гофра, она используется для внутренних помещений. Черная для того, чтобы проводить монтаж электрики на улице. И все правильно, черная это только для улицы. Она там стойкая к ультрафиолету, но она горючая. Но черно-белую сделали в доме по какой причине? Чтобы было понятно, какой кабель идет на розетке, а какой кабель идет на освещение. То есть вы тупо горючую гофру пустили внутрь деревянной конструкции только потому, что вы можете запутаться в трех соснах, не можете группу освещения от розеточной группы отделить. Ну блин, красненькой изолентой подмотайте через каждые полметра. Это насколько вот, да, нужно, не знаю, идиотами быть, какими-то вредителями, чтобы на таком основании, что, ну, мы, значит, горючую вот эту пожароопасную гофру пустили, чтобы нам легче было ориентироваться. Потому как, вы понимаете, по сечению кабеля они различаются. Ну и вот, друзья... Причем тут по сечению, смотрите. Дело даже не в том, что она там горючая, гофра, не гофра. Дело в том, что, например, при аварийном режиме работы, да, когда не отрабатывает автомат, образуется короткое замыкание и температура расплавленных брызг достигает полутора тысяч градусов. Оно эту гофру прожигает насквозь вот так вот, чпок. И плюс, сами видели, пакля, она летом, в жару, да, в межкомнатных вот этих, во всех перекрытиях, она просто вспыхивает и, ну, знаю, минуту уже там и спастись не удается никому. То, что касается гофры, потому как вопрос задал, никто мне толком не ответил. Если касаемо вот этих всех строительных норм и правил, то в гофре, в пластиковом нельзя делать монтаж проводки в деревянном доме. О! Золотые слова! Нельзя! Да я вам, знаете, я вам честно скажу, я походил... Только металлическая труба, а не гофра. Ну и в других деревнях я побывал, я посмотрел монтаж электропроводок, десятилетний, двадцатилетний, но не говорю уже про тот монтаж проводки, который был в советские времена, там вообще никакой гофры даже нет в помине. Провода горючие, это сейчас пошли провода с маркировкой НГ, не горючие. А тогда-то все было горючее, просто прибивалось гвоздями вот к таким вот стенам, и ни один дом из-за такого монтажа электропроводки не сгорел. Поэтому я вам так скажу, что это чисто мое субъективное мнение, что вот эта гофра... Не пизди! Горят каждое лето, и в том числе и за проводки, когда вот на автоматы, да, 25 ампер, значит, все кондиционеры, все стиральные машины, все утюги, и ладно, кабель новый. А если кабель старый, все, ему хана, он плавится просто. Особенно в старых домах. И горят, и целыми деревнями выгорают, но эти пожары видим, ну не знаю, лето через лето просто массово выгорают поселки. Это как говорит, что, ну, типичная ошибка выжившего. Типа, моя тетя переплыла, значит, реку с крокодилами, и ее не сожрали. Значит, переплывать реку с крокодилами безопасно. Так и он говорит, что ни один дом там какой-то, значит, не сгорел. Он что, делал выборки по пожарам? Ну, просто гонит чувак, да и все. При монтаже электропроводки она от пожара не спасет в случае чего. Потому как гофра это тоже провожено не по правилам. Но мы уж решили, что заведем гофру, чтобы уж один голый провод не вести. Ну, как вот рекомендация. Нового я здесь ничего не открою, друзья. Ну, автомат. Вот как рекомендация. Он бы своим детям, вот он строит дом для детей, для внуков, он бы в ПНД гофре, вот в этом порохообразном, да, где просто мельчайшая искра. Просто вы будете из розетки вытаскивать вилку, утюга, обогреватель или что-то еще. Пойдет искра, да, и вот эта вот вафля вся, да, она просто вспыхнет и вспыхивает. 10 ампер идет на освещение, на 20 ампер на розетку. Вот черный кабель, который проходит по потолку, это отдельная линия розеток. 6 розеток решили мы на кухню провести, потому как здесь больше всего розетки нужны для использования в быту. 6 розеток, в каком нахрен этом советском времени было 6 розеток на кухне? Где у него там микроволновка, холодильник, значит, чайник, вот это вся электроплитонища-то там поставили, да, какая там нагрузка будет? 3 розетки будет в каждой комнате. Вот монтаж уже произвели. Осталось только их подключить. О, 6 розеток на кухне, 3 в каждой комнате. На освещение линия одна идет в прихожую и в одну из комнат, 2. И кабель они точно с Алиэкспресс заказывали, какой-нибудь левый ПТУ, знаете, который просто там, у него сечение не полтора даже, а миллиметр, уже были видео, где там разбирали настоящее сечение кабеля и качество меди. Комнаты по электрике на освещение запитаны тоже на один автомат, то есть здесь, я думаю, не надо лениться, делать несколько линий. Во-первых, и проще делать монтаж, когда несколько линий. Просто, просто висят сопли, да, они даже пожалели лишнюю клипсу закрутить на саморез, экономят клипсы. Да стопудово, они этот кабель, значит, каким-то дома там 19 века, они оттуда проводку, значит, всю демонтировали и нахрен, наверное, себе же сюда и поставили, установили ее. В плане не то, что безопасность, а удобно. Ну, где-то выбило один автомат. Все ясно уже и понятно, как... Где-то выбило один автомат. Почему у тебя автомат на 20 ампер нахрен выбивает? Ты вообще мозгой своей думаешь или нет, а? Линию надо смотреть. А то как было раньше, знаете, две пробки. Происходит где-то там какое-то замыкание. Пробку выбило, весь дом обесточен. На улицу мы хотим вывезти тоже. Происходит там где-то какое-то замыкание. Ты просто вдумайся, да? В этом сарае горючем, фанерном просто происходит где-то короткое замыкание. Мне... Серьезно, у меня аж это... Меня аж колбасит начинает от таких видосов. Отдельный кабель для электричества и для розеток. Поэтому, друзья, вот так вот поделитесь своими комментариями в плане вот этой пластиковой гофры. Я поделился своими комментариями. Я думаю, прям яснее некуда. Вот мой комментарий, блин. Видос на 20 минут. Монтаж в деревянном доме. От чего она спасает? Мне непонятно. Но опять же, если стоять перед выбором брать гофру ПВХ или ПНД, я вам могу порекомендовать, что берите ПНД, потому что ПВХ просто ломается. И такая дешевенькая, судя по всему, гофра. На этом, я думаю, экономить нельзя, потому как монтаж легче проводить именно с гофрой, которая поэластичнее и покрепче. Пиздец. Он собирается экономить, блядь, на гофре. На конченой копеечной гофре. Он предлагает брать ПНДшную горючую гофру. Все, я расстроен. Будет подороже, но если вы будете делать монтаж электрики своими руками, то вы это потом на себе ощутите. Ну и несколько слов, друзья, о том, какой инструмент я использовал. Вот такие для снятия изоляции с проводов. Ну и инструмент, херный, это такой же бескончный, дешманский инструмент. Для снятия непосредственной изоляции с кабеля. Ну, в принципе, это все, что он... Ну ладно, инструмент уже не будет. Давай перемотариваем. В магазинах есть металлическая сторона, просто там отклеена старыми какими-то обоями. Через вот эту гофру. Ну, вы знаете, мне как-то не получалось с этой проволокой ничего. Там курить страшно в этом доме вообще. Я прикладывал ровно на пол эту гофру. И таким вот образом, без металлической этой проволоки, протаскивал через гофру. Благо длина не больше 10 метров. Вот эта гофра была в кабеле. Такие вот зажимы использовали. Они тоже бывают разным диаметром. Потому как, чем больше проводов вы объединяете в одной скрутке, тем вот этот СИП, как он называется, вот эти колпачки СИПы, они должны быть побольше диаметра. Но лучше для монтажа электропроводки, чтобы у вас именно СИПы эти были разного размера. О, видите, на нулевом даже изоляция повреждена. Вон, я вижу, срезана изоляция, стопудово и на фазном срезана. И когда они будут эту крышку закрывать, они просто нулевой с фазным. Вот видно, что там изоляция не заходит в этот СИП, этот гребаный колпачок. Она просто будет на миллиметровом расстоянии. Все, любая деформация, дернули кабель, бах, замыкание. Кто-то критикует, говорят, их нельзя использовать. Но это знаете как, электромонтеры разделились на два лагеря. Одни говорят, что надо, другие говорят, не надо. Да, я согласен, в идеале, места... Все самые изолирующие зажимы. Это и надежно, и безопасно. Но у меня нет, к примеру, сварочного аппарата, как мне выходить? Не делай же мне скрутки изоленты и заматывать. Все равно как-то решили использовать более такие современные технологии, а не изоленты. Вот уже пробные мы... Нет, электромонтеры разделились на два лагеря. Одни используют скрутку, другие знают, что только сварка, пайка, опрессовка. Все. Включили лампочку для строителей. Сейчас тут у нас строители заедут в этот дом, будут делать ремонт. Ну, хоть что-то сказал, да. Провели такие вот времяночки-розетки, все работает. Здесь вот тоже через колпачки всю эту времяночку сделали. Монтаж черновой. Для внутренних помещений, блин, короче, парни, это не дом, это просто тупо пороховая бочка. То есть вот эти все сопли, так называемые, которые были там на скрутках, на изоленте, на тоненьких проводках. Там чуть ли не автомобильные провода были. Все это демонтировали. Выбросили. Ну, все с тобой ясно, что-то там ПНД бы использовал. В этом доме будет новое. На сегодня у меня все. Оставайтесь на канале. До новых встреч. Все, на сегодня все. Спасибо за такой вот ролик, который меня чуть до инфаркта... До мандража просто не довел. Я почему это видео и снял, друзья. Надеюсь, вы напишите в комментариях, как вы относитесь. Может, я тут жути нагоняю. Может, там вообще, как говорится, в старые советские времена, там ни один дом не сгорел. Может быть, я тут такой параноик. Говорю, что либо в трубе, либо в металло-гофре. Ну, металл-рукав это уже крайне, когда уж совсем. Потому что, действительно, при замыкании дуга, автомат не отработал. Полторы тысячи градусов, разбрызгиваются старые сухие обои, пакля. Ну, задайте вопрос, хотели ли вы, чтобы ваши дети и внуки жили вот в таком, в доме с такой электрикой. Спасибо за внимание. Всем успехов в труде и безопасной работой. Счастливо. В этом мире столько всякого легко себя потерять. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!